Лермонтов это такая фигура очень инфернальная. Вы меня прям сильно-сильно просили, ну найди, ну найди про него что-нибудь, какой-нибудь такой интересный факт. Ну как такой красавчик? И не наш. Но на самом деле стоит оговориться, что Лермонтов не выглядел так, как его рисуют на портретах. И это мягко сказать, что он так не выглядел, ну ладно. Внешность это не главное, главное это душа. У Лермонтова она весьма глубокая. По поводу того, что сегодня будет в ролике. Смотрите, я вам покажу, расскажу все, что я нашла на эту тему. Я вам это сформулирую, объясню, чего к чему как, а выводы делайте уже сами. И не надо меня кидаться камнями и говорить, что я там притягиваю за уже за нос что-либо. Я ничего не притягиваю, это невозможно, притягиваться только ко мне. Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году в Москве, но потом сразу был перевезен в Тарханы. Имение богатой бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Мать Лермонтова умерла, когда он был еще только младенцем. Отец вообще жил вдалеке. Бабушка заменяла ему отца и мать. Властная деспотичная помещица, она души не чаяла о своем внуке, всячески баловала его. Образованием Лермонтова занимались французы, его домашние учителя. В 13 лет, в 1828 году, он был увезен в Москву, где поступил в университетский пансион. Уже в это время он писал стихи, в основном на гражданские темы, свободолюбивые и мятежные. Тогда и начал подражать Байрону, но еще ничего нигде не печатал. Через два года Лермонтов поступил в Московский университет, где учился вместе с Герценом, Белинским и Гоголем. У Белинского в комнате образовалось литературное общество, а у Лермонтова была своя группа – Лермонтовская пятерка. С профессорами Лермонтов вел себя дерзко и заносчиво. После студенческой обструкции одному профессору Лермонтова из университета исключили. В 1832 году он уехал в Петербург и пытался поступить в Петербургский университет, но принят не был. Тогда 18-летний юноша поступил в Петербурге юнкером, в кавалерийскую школу под прапорщиков. Но стихи он продолжает писать, только теперь для своих грубоватых и бесшабашных товарищей, фривольные, эротические, часто просто похабные стихи. Вот здесь остановимся поподробнее и по поводу внешности нашего красавца. Есть много прижизненных портретов Лермонтова, все они ему льстят. В нашем воображении он всегда романтически красив, с тонкими усами, с большими глазами. Особенно красив он на автопортрете. Его современник Бороздин заметил. Сколько и не видал потом его портретов, ни один не имел с ним ни малейшего сходства. Все они писаны были на память и потому не удалось передать живым его физиономии. Но из всех портретов Лермонтова, приложенный к изданию с биографическим очерком Пынина, самый неудачный. Поэт представлен тут красавцем, с какими-то колечками волос на висках и с большими задумчивыми глазами. В действительности же он был, как его метко прозвали товарищи по школе, Маёшка, то есть безобразен. Огромная голова, широкий, но невысокий лоб, лицо коротенькое, оканчивающееся узким подбородком, нос вздёрнутый, выркающий ноздрями, резенькие усы и волосы на голове, коротко стриженные. Но зато глаза. Я таких глаз никогда не видал. То были скорее длинные щели, а не глаза. И щели, полные злости и ума. Тургенев в своей молодости встретил Лермонтова на балу и дал ему такое описание. Вся его фигура приземистая, кривоногая, с большой головой, на сутулых широких плечах, возбуждала ощущение неприятное. На присущую мощь тотчас сознавал всякий. Ну и, соответственно, исходя из вот этого, нетрудно догадаться, что его внешность была неким таким камнем преткновения в его отношениях и общении с противоположным полом и в целом достаточно сильно влияла на его самооценку. Но внешность это одно. Каким же был Михаил Юрьевич по характеру? Это гораздо интереснее. Современники единодушно отмечают тонкость его натуры, благородство эмоций и сложность идей, его изумительное чувство красоты, душевность и мечтательность. И это, несомненно, верно. Но верно лишь отчасти. Мы все прекрасно знаем, что настоящие творцы зачастую очень далеки от своего лирического героя, от того образа, в котором они выступают перед читателем. В данном случае Лермонтов не исключение. Михаил Юрьевич был человеком тяжелым и неприятным для большинства встречных. У него было болезненное самолюбие, которое причиняло ему живейшие страдания. Я думаю, что он не мог успокоиться от того, что не был красив, пленителен, элегантен. Это составляло его несчастье. Душа поэта плохо чувствовала себя в небольшой, коренастой фигуре карлика. В университетском периоде своей жизни он проявлял тяжелый характер и трудно сходился с товарищами. Желая как-то сблизиться, один из них, Вестингов, по совету друзей, подошел к Лермонтову и спросил. Позвольте вас спросить, Лермонтов, какую это книгу вы читаете? Без сомнения, очень интересно, судя по тому, как углубились вы в нее. Нельзя ли поделиться ею с нами? Он мгновенно оторвался от чтения. Как удар молний сверкнули глаза его. Для чего вам хочется это знать? Будет бесполезно, если я удовлетворю ваше любопытство. Содержание этой книги вас нисколько не может интересовать. Вы тут ничего не поймете. Если бы я даже и решился сообщить вам содержание ее. И Лермонтов принял прежнюю свою позу, продолжая чтение. Как ужаленный, отскочил я от него, успев лишь мельком заглянуть в его книгу. Она была английская. Вероятно, Байрон. Байрона Михаил действительно очень любил. Подражал ему в творчестве. Иногда даже полностью копировал его слог. Но, похоже, они были и не только в этом. Кавказский офицер Исаков, когда познакомился с Лермонтовым, вспоминает. Он школьничал со мной до пределов возможного. А когда замечал, что теряю терпение, Что, впрочем, недолго заставляло себя ждать, Он бывал ласковым словом, добрым взглядом, Или поцелуем, тотчас уймет мой пыл. В лермонтовских стихах то грубо, то нежно и деликатно воспеваются женские формы. Ноги, грудь, глаза. Но это скорее дань поэтической традиции, общественным ожиданиям. В лермонтовских рисунках мы не найдем того обилия женских ножек, Как в черновиках Пушкина, например. У Лермонтова скорее преобладают мужчины в черкесках и лошади. Юнкерская школа – это очень особый период для Лермонтова. Оказавшись в юнкерской среде, в закрытом мужском обществе, Лермонтов с легкостью воспринял отношение к однополым утехам, Которая господствовала в военно-учебных заедениях во всем мире, Так же и в Николаевской России. Все это существовало и в Парижском корпусе, где учился Феликс, И в училище правоведения, где учился Чайковский. Собственно и здесь. В юнкерской школе не нужно было соревноваться за внимание прекрасных дам. В этой конкуренции Лермонтов изначально имел плохие шансы. Ему приходилось вести упорную борьбу, прибегая к остроумию и богатству. А здесь же, в мужском обществе, легко было сблизиться и завязать дружбу благодаря другим качествам – Смелости, уму, лидерству. Товарищи кавалергарды и гусары влекли его помыслы тем, Что воплощали в себе тот образ, который был его тайным идеалом. В этом контексте его юнкерские стихи с гомосексуальными мотивами Действительно выглядят не просто похабщиной, не случайными экспадами среди прочих. Эти стихотворения настолько прекрасно пошлые, что я не буду вам их цитировать, Но их вы можете найти у меня в телеграм-канале или банально загуглить. Если вкратце, то в них Лермонтов описывает жизнь нужника в юнкерской школе. Нужник – это как бы помягче, но это как банщик, только банщики в бане, а нужники – ну вот там. Тем не менее, чтобы такое сочинить, нужен непосредственный опыт, серьезный навык, личная заинтересованность. Можно сказать, что Лермонтов открывает в русской поэзии философское осмысление гомоэротизма. Понимает это дело как жизненную позицию, эмоционально-психическую установку. Но изображать, будто он только и думал, что о вареньке лопухиной – ДНФИ – значит откровенно передергивать, или уж вообще ничего не соображать. Еще Лермонтов написал эпиграмму к Петру Тизенгаузену, где так в подробностях все рассказал, как все это происходило, как все это было, так, знаете, сознанием делал. Ну да ладно, ладно, ладно. В этой эпиграмме поэт корит своего приятеля отнюдь не за гомосексуальность. Он упрекает того в том, что юный барон злоупотребляет своей сексуальной привлекательностью. К одним благосклонен, других разжигает и остается слишком неприступным. По содержанию эпиграммы может сложиться впечатление, что Петр Тизенгаузен – это вообще какой-то далекий от Лермонтова, такой распутный мальчик, который никаких дел с ним не имел. Ну тогда как он вообще-то был другом Лермонтова и прекрасно его знал. Петр Тизенгаузен был симпатичным белокурым юношей, о котором известно, что Лермонтов любил ему залезать на спину и бегать по коридорам, сбивая всех встречных юнкеров. Это и называлось «нумидийской конницей». В 1838 году Тизенгаузен служил с Лермонтовым в Гродненском гусарском полку в Петербурге и даже входил в Лермонтовский кружок 16-ти. Петр был его близкий друг и друг надолго, притом другом устойчиво-гомосексуальным. Через несколько лет он будет изгнан из Гродненского полка за скандал. Его застанут с Новосильцевым в недвусмысленной ситуации на квартире у князя Волконского, командира Павловского полка. В школе подпрапорщиков Лермонтов был главным заводилой грубых проказ. Его однокашник, а потом убийца, Мартынов, вспоминает. Как скоро наступало время ложиться спать, Лермонтов, собирав товарищей в своей камере, один на другого садились верхом. Сидящий кавалерист покрывал из себя и лошадь свою простынёй, а в руке каждый всадник держал по стакану воды. Эту конницу Лермонтов называл «нумидийским эскадроном». Выжидали время, когда обречённые жертвы заснут. По данному сигналу эскадрон трогался с места в глубокой тишине, окружал постель несчастного, и внезапно, сорвав с него одеяло, каждый выливал на него свой стакан воды. Можно представить испук и неприятное положение страдальца, вымоченного с ног до головы и не имеющий под рукой белья для перемены. Всё это обращалось на новичков. Юнкерские утехи и стихотворения с пошлыми оттенками – это часть взросления Лермонтова и попытка привлечь к себе внимание, завоевать авторитет. Но всё-таки стоит понимать, что это куда больше обыденный стихотворный разврат, чем серьёзная лирика. Ведь по-настоящему тёплые строки Михаил Юрьевич писал по-другому, и обращаясь совсем к другому человеку. Я виноват перед тобою, цены услуг твоих не знал, слезами горькими, тоскою я о прощении умолял. Готов был, ставши на колени, проступком называть мечты. Мои мучительные пени бессмысленно отвергнул ты. Зачем так рано, так ужасно? Я должен был узнать людей. И счастьем жертвовать напрасно холодной гордости твоей. Свершилось вечную разлуку, трепещь я вижу пред собой. Ледяную встречаю руку, моей пылающей рукой. Желаю, чтобы воспоминания в чужих людях, в чужой стране не принесло тебе страданий при сожалении обо мне. Это стихотворение посвящено Михаилу Собурову, которому Лермонтов в дружеском или недружеском смысле что-то доиспытывал. «Приди ко мне, любезный друг, под сень черемух и акаций, чтоб разделить святой досуг в объятиях мира мусы граций». К этому маленькому стишку Лермонтов добавил вот такую интересную приписку. К Собурову, как он не понимал моего пылкого сердца. «Вот, друг, плоды моей небрежной музы, оттенок чувств тебе несу я в дар. Хоть ты презрел священной дружбы узы, хоть ты души моей отринул с жар, я знаю все. Ты ветрен, безрассуден, и ложный друг уж в сеть тебя завлек. Но вспоминай, что путь ко счастью труден от той страны, где царствует порог». Миша Собуров был одноклассником Лермонтова по университетскому пансиону. Друг, с которым поэт вместе отправился в Петербург и вместе поступил в школу под прапорщиков. При пении скребрезных песен Мишель Собуров всегда был аккомпаниатором, знал всего Беранже. Еще у Лермонтова был другой друг, Дмитрий Дурнов, которого он называл для себя первым и последним, и тоже обращался к нему в стихах. «Я пробегал в страны России, Как бедный странник меж людей, Везде шипят коварства змеи. Я думал, в свете нет друзей, Нет дружбы нежно-постоянной, И бескорыстной, и простой. Но ты явился, гость незваный, И вновь мне возвратил покой. С тобой и чувствами сливаюсь, В речах веселых счастье пью, Но дев коварных не терплю, И больше им не доверяюсь». Другим многолетним приятелем поэта был Николай Мартынов. Он был товарищем Лермонтова по юнкерской школе и соседом по пензенским имениям. Пирожков писал, «В молодости Мартынов был очень красив. Он был высокого роста, Прекрасно сложен, Волосы на голове темно-руссы. Он был фатоват, И осознавая свою красоту, Высокий рост, И прекрасное сложение. Любил щеголять перед нежным полом И производить эффект своим появлением». Можно предположить, что отношение Лермонтова к Мартынову было двойственным. С одной стороны, его тянуло к этому высокому красавцу, Да и старому приятелю, Однокашнику. По воспоминаниям Майденг, Приехав в Пятигорск, Он, потирая руки от удовольствия, Сказал Столыпину, «Ведь и мартышка, Мартышка здесь». Мартышкой он называл Николая Мартынова. С другой стороны, Его грызла тайная зависть к Николаю, Которому так легко И незаслуженно досталось Такое красивое тело. Отсюда и постоянные издевки. Лермонтов прозвал его Горцем с большим кинжалом. Он рисовал этот кинжал Непомерно большим, до земли. А под изображением Въезда Мартынова в Пятигорск Делал подпись «Кинжал, въезжающий в Пятигорск». Родственница Лермонтова Шангирей вспоминает «Действительно, Лермонтов надоедал Мартынову Своими насмешками. У него был альбом, Где Мартынов изображен Был во всех видах и позах». На одном вечере Лермонтов, кивая на приближающегося Мартынова, Тихо сказал даме «Берегитесь». Вот приближается свирепый горец. Мартынов это услышал. В конце вечера Он подошел к Лермонтову И сказал по-французски Без обычной фамильярности «Господин Лермонтов, Я много раз просил вас Воздерживаться от шуток на мой счет. По крайней мере, В присутствии дам». «Полно», Отвечал Лермонтов. «Вы действительно сердитесь на меня И вызываете меня? Да, я вас вызываю». Панаев писал о нем Со слов одного из товарищей. «У него не было Ни малейшего добродушия, Ему непременно нужна была жертва. Без этого он не мог быть спокоен. И выбрав ее, Он уж беспощадно преследовал ее. Он непременно должен был Кончить так трагически. Ни Мартынов, Так кто-нибудь другой Убил бы его». А Лермонтов и сам догадывался Об этом. Не без некоторого самолюбования. Князь Идаевский Как-то спросил его «Скажите, Михаил Юрьевич, С кого вы списали Вашего демона?» «С самого себя, князь», Отвечал шутливо поэт. «Неужели вы не узнали?» «Но вы ведь не похожи На такого страшного протестанта И мрачного соблазнителя», Возразил князь недоверчиво. «Поверьте, князь, Я еще хуже Моего Демона». Чтобы не послужило причиной, Но 15 июля 1841 года Все-таки состоялась дуэль Между Лермонтовым и Мартыновым. Большинство знакомых Не воспринимали эту дуэль всерьез. Ну, друзья дурачатся И не более. Но, видимо, Для Мартынова это было иначе. Князь Васильчиков, Который присутствовал на дуэли В качестве секунданта, Потом рассказал, Как все было. Лермонтов поднял руку вверх И выстрелил в небо. А вот Мартынов, Не раздумывая, Прямо в грудь поэту. Вот так печально и закончилась Жизнь автора всемирно известных строк Об одиноком парусе В тумане моря голубом. Впоследствии Мартынов Уверял Бартенева, Что незадолго до дуэли Лермонтов приехал к нему В Кисловодск на ночь Якобы отвезти душу. Даже в последние дни Лермонтов не замечал Напряженности Мартынова По отношению к нему. Он не ожидал такого исхода дуэли И это на самом деле Довольно ужасно. В прошлом ролике я рассказывала Интересную информацию Про Льва Толстого. Скорее посмотри, Если еще не видел. И не забывай, Что у меня есть целый плейлист На тему ЛГБТ в истории. Он тоже тебя ждет. Пиши свое мнение в комментарии, Какое бы оно у тебя не было. И не забывай про мой Телеграм-канал, Потому что я его потом буду Скорее всего закрывать. И он у меня будет Только для избранных. Так что успевай подписаться. Там очень много всякой Интересной и реально уникальной Информации, От которой я сама порой такая. Что? Увидимся на следующей неделе. С тобой была Дарки. И да, пиши, Про кого хочешь, Следующий ролик, Чтобы я сделала. У меня, конечно, есть идеи, Но, может быть, Ты мне подкинешь Какой-то еще более интересный вариант. Тимок.